Всем привет! Субтитры сделал DimaTorzok 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 Тебя приглашают часто в какие-то проекты. Как часто ты принимаешь участие в мюзиклах каких-то, оперных, может быть, проектах? В мюзиклах? Ну вот в Москву я приехал, прошел кастинг, еще в Питере прошел кастинг «Красавица-чудовище». Мюзикл, да, «Красавица-чудовище». Меня пригласили в Москву. И с тех пор, весь прошлый год, я каждый день играл этот спектакль. Каждый день. У нас было в среднем 34 спектакля в месяц. То есть каждый день выходишь в одной и той же роли, играешь, играешь, играешь. Ну, я играл две роли, получается, там есть такая ансамблевая роль и роль диндона. Наверное, это сложно, да, вот каждый день, без выходных, работать и работать в театре. А не надоедает ли тебе это? Надоедает, конечно. Нет, сначала интересно очень. Потом начинает надоедать, но ты понимаешь, что это очень хорошая школа для артиста. Вот каждый день ты не хочешь, но тебе надо встать, собраться, настроиться на этот спектакль. Потому что, ну, вот я пришел, да, вот я хочу спать. А зрителю-то все равно, что я хочу спать. Зритель должен видеть, зритель заплатил деньги, он пришел получить праздник. И мне надо найти в себе вот внутри вот что-то, что доставить зрителю праздник. Вот играл роль Коксфорта, как Коксфорд диндон. Кстати, не вокально, роль драматическая. А сейчас? Сейчас в каком проекте? А сейчас я работаю в трех проектах одновременно. Сразу в трех? Да, это опера-фантазия, мастер Маргарита Валентина Взянникова. Играю там роль кота Бегемота. Кот Бегемот. Да. Очень интересный образ. Интересный. В бременских музыкантах в мюзикле «Играю короля». И репетирую сейчас в новом мюзикле, который там когда-то зимой выйдет, «Островь сокровища». Пока что еще не знаю. Пробую и слепого пива, и бенагана, что дадут, пока не знаю. Сейчас репетиционный период пока, да? Да. Скажи, вот ты, я так поняла, сейчас больше работаешь в мюзиклах. А есть ли у тебя опыт работы в опере, какие-то оперные номера? Вообще изначально, изначально я был как именно оперный певец. Да, я закончил театральную академию как артист музыкального театра. У нас был такой оперный практический курс. То есть опера, мюзикл, ну, примерно, равноценный. И театр был, в принципе, оперный. Ну, много опер шло. И пел, да, какие-то оперные партии. А есть ли у тебя какая-то своя программа, допустим? Вот, не знаю, 40 минут, либо час. Есть ли вот эти... Был концерт в двух отделениях, да. Были, да, такие сольные концерты? Да, состоящие целиком из испанской музыки. Вот только испанские песни. Был у меня там анзамбль, гитаристы играли, там, в рояль, в рояль, все. Ну, а сейчас можем мы нашим зрителям спеть на испанском языке? В испанском, конечно. Да. Без гитаристов, правда, но споем. Зато я буду на потанцовке. Разбор. Так, испанская песня о том, какой прекрасный город Гранада. Какие там красавицы, какие там бои быков. Давай, ты будешь моей испанской красавицей. Ты будешь испанским мачоем. Я буду испанским мачоем. А, да. Вот. Ты будешь танцевать. Я буду испанцовывать. Я буду на потанцовке. Что-то я в другом стиле. Гранада, тира, инсангрентада, энтарвезе, торо. Мужер, ты консерва, ламбрухо, 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 ламбрухо.